Немножко юмора, друзья. Что такое услуги народа и что такое фарисейство? Ну, это чиновничьи, такая братья. Ну, по идее, чиновники-то должны дух идеи, так сказать, вот кто-то сверху там создает, там, правительство, там, более высокие уровни какие-то, они должны передавать и доводить до людей. Да, ну, вот это промежуточное звено. Ну, фарисейство, это когда вот дух идеи-то вылучивается, а форма передает, ну, это блюстители формы, а сути смысла там нет. И они держат нос по ветру. И вот, значит, я вспоминаю два случая соприкосновения с высшим чиновничеством. Там, значит, один случай такой, когда я с одной тетенькой разговаривал, она была большой-большой чиновник, меня привели к ней познакомиться, и я ей показывал ключ, как там руки расходятся автоматически, и представил себя. Она представила себе, она встала, представила себе, что руки расходятся, и диаматурный рефлекс включился в ответ на образ, и руки раз-раз у нее пошли, и она стала покачиваться, а потом села, говорит, слушайте, такое счастье вознило, такое ощущение, вот придет сейчас, говорит, кто-нибудь, меня изнасилует, говорит, а мне пофигу. Ну да, ну я, конечно, продался, что такой результат мощный, и что она сейчас выдвинет идею, как это надо, значит. Она тут же мне говорит, слушайте, вот сейчас, говорит нам президент, фронт организует, и мы поэтому сейчас единым фронтом пойдем, и мы туда это вставим. Ну вот, пожалуйста. А второй случай, значит, а это давно было, давно, это не сейчас. Просто вот это фарисейство, чиновничество, оно всегда было, помните, Христос изгонял фарисеев. Ну вот, теперь слушайте. Второй случай такой интересный был, тоже очень давно было, очень давно, это годы, годы, годы назад. Значит, один чиновник, тоже очень большой, очень большой чиновник. А тогда началась идея толерантности, толерантности. Ну, что такое толерантность, вы понимаете, это терпимость. Ну, терпимость, люди-то люди, человечность, терпимость и к другим национальностям, и к другим религиям. Ну, терпимость и к человеку, и к любому ближнему, терпимость. Вот. А он придумал, чиновничку. Вот, говорит, торт выпускают, например, или духи. А мы будем писать насчет толерантности. Сколько там, на коробке, процентов толерантности. Значит, на этой коробке 20% толерантности. Ну, вот это называется вылучивание духа идеи. Да, когда смысл исчезает, остается только форма. Это блюстители закона, формы, порядка. Да. Вылучивая сам дух идеи. Вот видите, у меня какая картина, да, называется «Участник события». И его свидетель, да. Ну, вот так все и происходит. Наша жизнь такая. Сколько бы веков ни проходило, фарисеи как были, так остались. Да, в более прогрессивных странах, например, вот этот чиновничий аппарат уменьшается, уменьшается. А у нас сегодня почему-то увеличивается, увеличивается. Поэтому даже очень хорошие идеи могут вылучиваться. Остается эта форма. Она вроде бы неплохая. Но там как бы смысла нет. И поэтому суды такие становятся. И поэтому все так. Ну, короче говоря. Надо все-таки создавать науку человечности. Да. Я не устаю об этом говорить, потому что я человек от науки. Вот. И я призываю вас всех, друзья мои, чтобы сохранить смысл. Смысл сохранить. Чтобы опять не появились чиновники, которые раздербанят этот смысл и будут на очередных шоколадных коробках писать, сколько там процентов. Человечности. Понятно, да? Это была шутка. Но в каждой шутке есть доля правды. Потому что надо столько лет прожить, сколько я, с столькими чиновниками встретиться, да, чтобы рассказать эти две маленькие, смешные истории. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...